Участие таких людей, таких компаний. И надеюсь, что и польза от этого есть тоже участникам. Далее мне хотелось бы пригласить к разговору Анатолия Фёдоровича Леви-Щибка. Это глава крестьянско-фермерского хозяйства из Зерноградского района. И он член сельскохозяйственно-потребительского, перерабатывающего кооператива «Донской маяк». Вот здесь участвует в нашем разговоре и председатель этого кооператива Анатолий Анатольевич Железный. Но нам важно, что получает от кооператива рядовый член, фермер, и какую роль он играет, какие у него обязанности, и какое счастье он получает от сотрудничества, от того, что состоит в кооперативе. Пожалуйста. Ну, наш кооператив тоже молодой, ему только два года. В конце 2013 года кооператив закупил в Турции завод по переработке нута, чечевица, гороха, проса. Долго шла опусканная ладка, и только вот в 2014 году завод заработал на полную мощность. Я фермер, а поскольку каждый член кооператива должен работать, меня обязали заниматься семенами, именно поставкой семян, и консультациями по производству нута и чечевицы. Все это появилось не на голом месте, поскольку я занимался нутом и чечевицей около пяти лет. И в процессе производства я начал искать специалистов. Так оказался Константин Игоревич Пименов из Петтиановской академии, у которого кандидатская диссертация была по нуту, а теперь уже и докторская. То есть он приезжал ко мне, сопровождал поселы, ну и так решили, что я-то вообще не агроном по образованию. Вот у меня появились такие обязанности. Значит, семена кооператив закупает в Волгограде и в Саратове, это основные зоны, где производят вышесказанные культуры. На этом он еще не зарабатывает, то есть только берем денежку за привоз в Зерноград. В этом году закуплено 340 тонн семян. Ну, к сожалению, немного осталось, полностью не реализовали. Вот, видимо, сейчас будет в товарное производство. Какова выгода фермерам? Ну, во-первых, как член кооператива я могу взять семена под урожай. Во-вторых, семена могу подработать в кооперативе. В-третьих, могу получить предоплату за гарантированную закупку за месяц-два до сбора урожая, что немаловажно для фермера. Ну, вот, в принципе, и все, наверное, я буду краток, поэтому, если какие-то вопросы будут. Ну, кооператив ясно и понятно, что это выгодно. Это односношно. Вопросы какие-то будут? Какие вопросы у присутствующих есть? Анатолий Петрович, а вот чуть подробнее можете сказать. Вот вы пользуетесь, то есть получаете семена бесплатно. Каких культур? В любом количестве могут вам предоставить, кооперативы могут вам предоставить. Или это не кооперативные семена, это семена якорного предприятия, которое при кооперативе. И как вы потом рассчитываетесь за эти семена? Вот эти вот детали очень важны. Ну, все сидящие в этом зале знают, что бесплатного ничего не бывает. Это однозначно. Вот. Это, значит, я беру семена, естественно, по более низкой цене из расчета, например, там. Семена мы закупаем элиту и первую репродукцию. Часть этих семян мы отдаем фермерам, это имеется в виду элиту, и потом получаем от них. Значит, я сейчас немножко отступлю, скажу о ценах, что те, кто закупает семена в кооперативе, они получают объемную консультацию по методическому пособию, которое выпустил Пименов Константин Игоревич. И они же гарантированно сдают по ценам, во всяком случае, она всегда выше, чем на юге Руси. Юг Руси тоже начал заниматься. Вот. Это то, что касается цены. Я беру семена в кооперативе. Значит, если за тонну семян, я должен дам 1,8-1,6 вернуть после сбора урожая, что тоже выгодно. Спасибо. Нет большого вопроса, да? Михаил Ильич, хочу попросить Михаила Ильича Крупнова рассказать об их кооперативе «Зерно БК». Ну, по возможности сейчас давайте укладываться в главе. Что вам дает кооперативная форма организации, как зерновикам? Чуть об этом расскажите, пожалуйста.